МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Война за камень. Как нелегальные янтарные старатели на броневике отбивали атаки правоохранителей. Трудоголизмом не страдают. Депутаты устроили себе разгрузочный день. Вступительный фальстарт. Почему абитуриенты третьи сутки безуспешно штурмуют вузы? Янтарная спецоперация. В Римненской области очередной виток зачистки от нелегальных старателей. Правоохранители нагрянули на самые отдаленные копии и встретили там вооруженный отпор. Чем кроме лопат оборонялись искатели янтаря, знает наш корреспондент Инна Белецкая. Она отправилась на место происшествия. Но, как я уже сказал, район отдаленный. Причем настолько, что качество связи там хромает. Ее оперативный сюжет мы получаем буквально в эти минуты. Так что вернемся к этой громкой теме несколько позже. Благо горячих событий сегодня хватает. Например, во Львовской области чиновника-взяточника взяли с поличным. Попался первый замдиректора госпредприятия «Западукргеология». О задержании традиционно в Фейсбуке отчитался глава МВД. По информации министра, у представителя юрлица чиновник требовал 3 миллиона гривен. За эти деньги обещал помочь с оформлением и согласованием документов на газовое месторождение. В дальнейшем компания получила бы и специальное разрешение на разработку недр. При получении части суммы 1,5 миллиона гривен правоохранители и задержали мздоимца. Печерский суд Киева арестовал счета трех газодобывающих компаний из группы «Бурисма». Она принадлежит бывшему министру экологии Николаю Злочевскому, который находится в розыске. Напомню ранее, суд наложил арест на 47 скважин компании. Фирма бывшего министра экологии фигурирует в деле о хищении средств руководством «Укргазводобывания». Речь идет об уклонении от оплаты налогов на сумму в 1 миллиард гривен. Задержать депутата Александра Онищенко правоохранители не спешат. Ведь подозрение в отношении нардепа до сих пор не подписано. Соответственно, объявить его в розыск невозможно. Об этом одному из интернет-изданий сообщил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он считает, что задержка может быть связана с тем, что юродел генпрокуратуры должен изучить материалы. И только после того, как подпишут подозрение, Онищенко объявят в розыск. Напомню, нардепа обвиняют в махинациях с продажей газа предприятием «Укргаздобыча». Ранее правоохранители заявляли, что Онищенко находится на территории России. Сам же он утверждал, что пребывает в Европе. А вот коллеги Онищенко по Раде продолжают свой праздник ничего не делания. За три дня до отпуска фактически прогуляли рабочий день. На работу вроде бы явились, но толку через полтора часа ведь разошлись. Екатерина Лысенко наблюдала за этими «трудоголиками» в кавычках. Утренняя регистрация нардепов наглядно показывает, голоса для результативных голосований есть, но по факту пустые ряды и полупустой зал. Большин кто приходит, подпишется и идет. После традиционных выступлений народные депутаты перешли к повестке дня. Но тут же поступило предложение провести пробное голосование, и оно провальное. А в повестке дня, к слову, постановление переименовать село в Полтавской области и утвердить парламентские слушания на тему развития физкультуры и спорта в условиях децентрализации. Однако голосов нет. Мы хотим продемонстрировать, что фактически повестка является пустой. То те решения, которые сейчас в повестку дня включены, они не в интересах, они вообще не будут помогать украинскому обществу. Так произошло. Ничего не приняв. Заседание закрыли, а нардипы провели в зале под куполом всего полтора часа. Питание о голосах, это вопрос к так называемой коалиции, которая декларирует, что у них есть голосы. Но вы видели, что они сегодня хором просили опозиционный блок помогать им в голосовании, оскільки они голосов не имеют, даже действующие, что называлось когда-то кнопкодавство. Вчера была классическая ситуация. Если бы не наши голосы, то девять законопроектов вообще не прошло, а они, на нашу думку, были нужны для общества. Скоро звание депутата будет проголошивать в будь-якой аудитории просто небезопасно, потому что Верховная Рада не користуется доверой населения, имеет доверие ниже 0%, поэтому парламент этот доказать два года перетворился в какое-то пугало для людей. Будут ли продлевать текущую сессию, нардепы сомневаются, стоит ли с такой таявкой. Пока уповают на завтрашний день в надежде, что фракции соберутся. Я надеюсь на завтрашний день, до очень много законопроектов, которые касаются нашего экономического становления. И я знаю, что и фракция вся мобилизуется. Мы не смогли собрать голоса, и сессия закрылась. Соответственно, завтра под угрозой очень важный день, когда будут голосоваться очень важные законопроекты, про тот же самый регулятор, который устанавливает такие высокие тарифы. В большинстве нет депутатов. Винны мы в том, что делать фракции и оппозиции, которые должны голосовать за законопроекты в большинстве. Но мы готовы голосовать, поддерживать правильные законопроекты, если, прежде всего, будут проголосованы те решения, которые позволят снизить тарифы. Тем временем трибуну как блокировали, так и продолжают блокировать. И завтра, очевидно, президиум окружат четыре фракции одновременно. Апелляционный суд восстановил в должности военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Сам он уже заявил, что вернулся к работе. Кулик расследует так называемое газовое дело Курченко. Сегодня его вызвали в НАБУ на допрос, но в бюро сообщили, допрашивать Кулика сегодня не будут. То с этими материалами ознайомление было перерывано через судовое заседание по обращению к пана Кулика за пробежного захода. Витак сьогодни его вызвали для того, чтобы продолжить ознайомление. Апелляционный суд принял абсолютно законно оборудованное решение. Ни САП, ни НАБУ, они не смогли ни одного доказательства провести, почему мне надо ставить должность. Я не выполняю обязанности военного прокурора сил АТО. Я откомендировал в Киеве и расследую только дело Курченко. Я это пытаюсь доказать уже третье заседание судебного. Кулик пробыл в НАБУ около двух часов. После заявил, протокол был оформлен неграмотно. Напомню, суд отстранил его от должности неделю назад. Детективы подозревают прокурором незаконного обогащения. По данным следствия, за пять прошлых лет он приобрел дорогую недвижимость и автомобили. Кулик также обжалует решение суда об аресте его машин, квартир и банковских счетов. Заседание уже назначено на 19 июля. И возвращаемся к событиям в Риминской области. Напомню, там произошло вооруженное столкновение правоохранителей с нелегальными добытчиками янтаря. Вот что рассказывает Инна Белецкая. Это карта полиции. Начальник полиции области показывает самые неприступные, излюбленные старателями места. Это Риминский заповедник. Вокруг непроходимое болото. Пробираться здесь можно либо в плаве, либо с помощью техники. На территории Риминского заповедника, это в Рокитнинском районе, очень отдалена такая местность, труднопроходимая, почти непроходимая. Были затриваны люди, которые занимались незаконным выводом бурштейна, вылучены бурштейна. Транспорт, на котором пересувались эти граждане, заслугивая особой увагой. Это демилитаризованный легкий танк. Территорию в 5000 гектаров правоохранители разведывали с помощью беспилотников. Выяснили, одновременно здесь работают около 1000 человек, добывают янтарь с помощью мотопомп. Но авиаразведку прекратили неожиданно. Просто как на войне. Проведено выучение авиаразведки в меже 5000 гектаров полиция. Два беспилотника, двум беспилотникам мы втратили. Один беспилотно. Только после заключенной экспертизы мы сможем 100% дать ответственность. Это было, против них было использовано избытывание за допомогой огнестрельной оружием или другими способами. Потеря беспилотника ускорила подготовку спецоперации. Зайти на заболоченную территорию было решено с нескольких сторон. Сколько человек участвовали в операции, в нас полиции не говорят. Известно только, что это бойцы спецподразделений из нескольких областей. Сегодня была задержана группа людей. Непосредственно под задержание попадет несколько человек. Еще идут следственные действия сейчас. И изъята машина, бронемашина типа МТЛБ, «Моталыга», как они называют в простонаречии, в которой, предположительно, находилось в том числе оружие и в которой точно находились боеприпасы. Сейчас идут следственные действия. Правоохранители установили личности 50 старателей, изъяли артиллерийский тягач и с большим трудом доставили в райотдел, постоянно опасаясь провокаций. Ведь старатели, которым помешали работать жители старого села, самого неуправляемого и неконтролируемого в Ривенской области. Сейчас изъятая техника в областном центре под усиленной охраной. Начато сразу несколько уголовных производств. Нас полиции обещают, это не последняя операция в заповеднике. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал «Интер», Ривенская область. И какова ситуация на месте событий в эти минуты? Спросим у автора сюжета. С нами на связи Инна Белецкая. Инна, я тебя приветствую. Что можешь сказать? Насколько спокойно или неспокойно сейчас в регионе? Мы находимся неподалеку от старого села, практически рядом с белорусской границей. Связи здесь почти нет, поэтому включаемся по телефону. На самом деле, Алексей, вопреки ожиданиям провокации, о возможностях которых еще утром заявил министр Аваков, ситуация на Полеське пока спокойная. Чтобы проверить, как обстоят дела и каковы настроения у жителей старого села, мы рискнули и съездили туда. Люди говорить отказываются, как всегда, настроены очень агрессивно. Не выбирая выражений, нас попросили убраться и даже не пробовать проводить съемки. По дороге мы видели, как перевозят мотопомпы, по нашей информации на болото, где сегодня работали силы нацполиции, развернуты целые палаточные городки и даже после сцепиации оттуда ушли далеко не все старатели. Известно и о том, что изъяты тягачи, по новой информации, это снега, болотоход. Это не вся военная техника, которой они пользуются. Председатель Старосельского сельсовета не о проверке информации о большом количестве оружия, которое якобы есть у местных, и порекомендовал СБУ проверить, так ли это. Мы продолжаем следить за ситуацией. Алексей. Спасибо, Инна. Спасибо за работу. С нами на телефонной связи была моя коллега Инна Белецкая. Она в этот момент находится именно в том месте, где сегодня разворачивались драматические события, противостояние вооруженное между правоохранителями и нелегальными добытчиками янтаря. Два вагона с цирконием задержали в Константиновке Донецкой области. 136 тонн направлялись на неподконтрольную территорию. Именно там находятся производственные мощности предприятия, зарегистрированного в Украине. По документам циркони был указан как песок формовочный. По оперативной информации СБУ, которая проводила операцию вместе с фискальной службой, с территории так называемой ДНР груз планировалось переправить в Россию. Известно, что циркони используется при производстве реактивных снарядов и запалов, в частности для систем ГРАД. При досмотре вагонов правоохранители обнаружили также 300 килограммов графита. Резко обострилась ситуация в пригороде Донецка. Марьенко и Красногоровка находятся под круглосуточным обстрелом боевиков. Репортаж с передовой. Вениамина Трубачева. В бинокль хорошо видно полуразрушенный завод. Там позиции боевиков. Оттуда они и стреляют из пулеметов и гранатометов. Военным приходится отвечать. В окно мы закидали выбор. Прямо в оконечко туда, в середине. Но я надеюсь, что кто там был, как минимум, оглох. Вся территория здесь в окопах и блиндажах. Периодически стреляет снайпер. Слышно характерный свист пули. Здесь позиции украинских военных. Там находятся уже сепаратисты. Вот эта дорога простреливается. И чтобы ее пройти безопасно, нам нужно перебегать. У противника появились танки, говорят военные. С наступлением темноты они открывают огонь. В это же время подбираются диверсанты. Все атаки удалось отбить. Бойцы удерживают позиции. Участились и минометные обстрелы. Мины прилетают не только по позициям военных, но и по жилым кварталам Марьинки и Красногоровки. По нашему дому постоянно летят мины, постоянно летят снаряды. Мы здесь подвергаемся всей страшной опасности. В этот раз основной удар пришелся на школу. Там уже давно нет ни детей, ни преподавателей. Они именно валят по городу. Там же ж люди живут. Так, конечно, люди. Но видно, им все равно, где люди живут. Мы стараемся, когда там ответку даем, мы даем там конкретно по позициям. Но отвечать становится все сложнее. Противник активно использует артиллерию. Отстреливались, как могли. Ну что у нас? Сброя у нас. АК и вой. В небе регулярно кружат беспилотники, но сбить их невозможно. Слишком большое расстояние. Внеамин Трубачев, Даниэль Косаковский, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. От 8 до 15 лет грозит задержанному возле Троицкого россиянину старшему лейтенанту Алексею Седикову. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Терроризм». Стали известны также некоторые подробности его жизни. На странице Седикова в соцсети свежее фото, подтверждающее пребывание на Донбассе. Есть также снимки трехлетней давности, где он с российскими десантниками и в наушнике, которые используют спецслужбы. Вчера россиянин просил жену приехать за ним в Украину. Ну, та вряд ли спешит. Написала комментарий под фото. Этот дурак Теседиков себе только жизнь испортил. Как известно, накануне украинские военные задержали двоих российских боевиков, третий от полученных ранений погиб. Обмен задержанных российских боевиков на украинских пленных – один из ключевых вопросов, которые сегодня обсуждали в Минске во время переговоров трехсторонней контактной группы. Как заявили по итогам встречи в пресс-службе Леонида Кучмы, процесс обмена все еще заблокирован. В частности, украинская сторона не получила ответ на предложение обменять так называемых восемь саперов-диверсантов, задержанных возле Широкина. А вот как прокомментировала ход переговоров представитель Украины в контактной группе Ирина Герасченко. Я запитала представителей российской делегации, что не хотят они поцикавиться долями своих военнослужбовцев. И сегодня дают свечения про то, что они кадровые военнослужбовцы, и что они приехали сюда убивать. Они сказали, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к конфликту. Москва второй раз за неделю на связи с Европой. Путин по телефону обсудил с Ангелой Меркель и Франсуа Аландом ситуацию на Донбассе. Как сообщается, стороны едины в том, что нельзя допустить дальнейшей эскалации конфликта, активизировать переговоры на армандском формате, а также по линии контактной группы. Так, диалог или конфронтация? В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Чего ждут от встречи Альянс и Москва, и как комментируют ее результаты, расскажут наши корреспонденты. В последнее время Совет Россия-НАТО собирается крайне редко. После аннексии Крыма Альянс заморозил сотрудничество с Москвой и оставил для диалога только дипломатический формат заседания на уровне постоянных представителей, то есть послов. Сегодняшнее заседание стало вторым за последние несколько лет. Говорили за закрытыми дверями около трех часов. Главная тема – ситуация на востоке Украины, реализация минских договоренностей, Афганистан и обсуждение результатов Варшавского саммита лидеров НАТО. А именно решение укрепить восточные границы организации, разместив в Польше, Латвии, Литве и Эстонии многонациональные батальоны НАТО общей численностью до 4000 военных. Еще до начала заседания и генсек организации Йенс Тултенберг и представители стран-членов Альянса, например, министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайнмайер и другие европейские политики, заявили, что они делают ставку на диалог и хотят убедить Москву, что Альянс не ищет конфронтации, а всего лишь обеспечивает безопасность своих членов и союзников. Украина была первым пунктом повестки дня Совета НАТО России, а со своей стороны мы проинформировали Россию об итогах саммита в Варшаве. По ситуации на востоке Украины у партнеров НАТО и России сохраняются глубокие разногласия. Кстати, так совпало, что именно сегодня в Германии представили новую редакцию «Белой книги». Это своего рода доктрина в сфере политики безопасности и обороны. Выдержки уже попали в прессу. В документе говорится, что Берлин хочет играть более активную роль в обеспечении глобальной безопасности. Россию уже называют стратегическим соперником, который отворачивается от Запада, но с которым нужно вести диалог. Если же Москва не изменит курс, считают авторы «Белой книги», это может стать вызовом для европейской безопасности. Что говорят в Москве о встрече в Брюсселе, слово моему коллеге Данилу Русакову. Накануне заседания саммита Россия-НАТО, министр иностранных дел Федерации Лавров дал местной прессе подробные комментарии. По его словам, официальная Москва ждет от альянса объяснений в связи с принятыми решениями на Варшавском саммите. Руководитель ведомства уверен, из его страны искусственно создают образ врага. Впрочем, сам Лавров в сегодняшнем заседании Совета не участвует, поскольку встреча запланирована на уровне уполномоченных представителей от России и Североатлантического альянса. И от России в Брюссель, собственно, делегировали Александр Грушко. Он, в свою очередь, незадолго до вылета рассказал, что тревожит Москву, а именно расширение НАТО на восток и будущее общеевропейской архитектуры безопасности. А некоторые СМИ предположили, касательно элементов про Москва потребуют гарантии, что на Россию они нацелены не будут. Саму же Федерацию в альянсе тоже о многом хотят попросить. Например, сократить авиационную активность над водами Балтийского моря. Российские истребители неоднократно нарушали границы стран-членов НАТО. Однако в преддверии заседания Совету эту тему в Москве не вспоминали. Из Берлина и Москвы Данил Русаков, Татьяна Лагунова, Сергей Ведмить и Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Госсекретарь США Джон Керри летит в Россию на встречу с Путиным. По крайней мере, ее анонсировали в Москве. Хотя ранее планировалось, что Керри встретится только с главой МИДа Сергеем Лавровым. Что на повестке дня у политиков? Давайте узнаем у нашего корреспондента в Вашингтоне Юлии Мендель. Госсекретарь США Джон Керри покинул Вашингтон очень рано. Первые сообщения об отъезде появились еще до 8 утра. С мая 2015-го это уже четвертый официальный визит Керри в Москву. Прежде всего говорить будут о горячих точках. Ранее Керри заявлял, что США дают сирийскому президенту Барашу Асаду срок до 1 августа, чтобы отречься от власти. И в гостебе подтвердили. От своих слов не отказываются. Заверяю Вас, мы помним о времени. И это тоже подтверждает важность поездки госсекретаря в Москву и тех переговоров, которые он планирует там провести. На повестке дня и конфликт на востоке Украины. Напомню, на прошлой неделе во время своего визита в Киев Керри пообещал, что у США выделят дополнительные 23 миллиона долларов на решение гуманитарных вопросов Украины. Обсудят в Москве и тему Нагорного Карабаха. Поскольку вопросы важные, с Керри встретится президент Путин. Переговоры запланированы на четверг, а в пятницу состоится встреча с министром иностранных дел Лавровым. Накануне поездки в Москву Керри посетит и несколько европейских городов, в частности Париж и Люксембург. В преддверии своей поездки Керри еще раз заявил о необходимости единения в борьбе против терроризма. Мы должны быть вместе, и мусульмане, и немусульмане. Американцы, женщины и мужчины во всем мире объединиться ради одной цели. Построить мир, который мы хотим видеть, осудить атаки. Доктрина ненависти никогда не будет превалировать над примирением и доверием. А в следующий вторник Керри посетит Великобританию, где встретится с новым премьером Терезой Мэй. Визит был запланирован ранее, а поэтому уже известно, что там Керри тоже поднимет вопросы Сирии и Йемена. Юлия Мендель, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Украине следует учесть рекомендации Венецианской комиссии по закону о люстрации. Таково мнение депутата польского сейма Аркадию Шамырха. По его словам, эффективность украинских реформ будет зависеть от их соответствия европейским стандартам. И, как показывает опыт других стран, использование этих норм позволит создавать правовое поле и поддерживать темп преобразований. В случае реализации закона о люстрации важно, чтобы его деятельность базировалась на основных пунктах Конституции. Но все это должно опираться на права человека. Нельзя трактовать европейские стандарты таким образом, что то, что нам нравится, мы берем, а что не нравится, не берем. Тогда они утратят свою целостность. Если Украина хочет, и в Польше мы тоже это проходили, присоединиться к странам Евросоюза, нужно очень серьезно придерживаться европейских стандартов и норм. В Одессе активисты Автомайдана сорвали встречу польских сенаторов с матерями погибших во время трагических событий 2 мая. Автомайдановцы заперли парламентариев в отеле, в котором те поселились. Все подробности расскажет Кирилл Вещишин, он на месте событий. Это автомайдановцы, и они не пропускают юриста, который пытается попасть к польским сенаторам. Их заблокировали в отеле. Со вчерашнего вечера гостиница в осаде. Кого впускать, кого выпускать, решают неизвестные в камуфляже. Полиция наблюдает в стороне молча. Ребята, не будут решать никакие вопросы. Польские сенаторы Ян Рулевский и Ежев Числа прибыли в Одессу специально, чтобы пообщаться с родными погибших 2 мая. Участниками тех событий и возложить цветы. Но их фактически заперли в гостинице. А дом профсоюзов якобы заминировали. Мы отъезжали сейчас от Куликова поля, мы были там. И оно уже все огорожено лентой, уже взрывотехники, уже полиция. Это сделали все, чтобы не дать возможности возложить им цветы. Экспертизы все написаны под копирку. Даже тех, у кого явно были побои, кого забивали. У всех отравления газами. Лично я и все мы требуем международной независимой экспертизы. В результате встреча так и не состоялась. К полякам пропустили только журналистов. Сенаторы явно не ожидали такого приема. Мы неприятно удивлены тем, что в свободной Украине незаконные организации не пускают к нам людей, которые просто пришли поговорить. Мы приехали сюда не делать выводы, почему погибли люди, а просто поддержать семьи погибших. Пригласили польских сенаторов в Украину нардепы от оппозиционного блока. На их просьбе вмешаться и помочь освободить коллег-парламентариев полиции не отреагировали. То, что сегодня произошло, это лишнее доказательство того, что власть не хочет справедливого расследования событий в Одессе 2 мая. Мы будем продолжать контакты с европейским сообществом, с мировым сообществом на предмет давления на украинскую власть с точки зрения расследования этих событий. Все, что сегодня происходило у стен отеля, фиксировали наблюдатели от ОБСЕ. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности телеканал Интер, Одесса. Сейчас на связи с нами мой коллега Кирилл Ющишин. У него узнаем, как сейчас обстоят дела у польских сенаторов. Кирилл, я тебя приветствую. Скажи, что происходит возле отеля? Добрый вечер, Алексей. На данный момент ситуация стабилизировалась. Когда журналисты разъехались, автомайдановцы тоже сняли осаду, собрались и уехали. Польские парламентарии беспрепятственно все-таки покинули здание. В этот отель по понятным причинам они сегодня уже не вернутся. Где будут ночевать, держат в тайне, дабы исключить повторение сегодняшних событий. Известно, что польские сенаторы завтра планируют все же встретиться с родственниками погибших 2 мая. Скорее всего, эта встреча практически произойдет в секретном режиме, без прессы. Так поляки хотят оградить себя от возможных новых провокаций. Студия. Кирилл Ющишин из Одессы был с нами на прямой связи. Кирилл, спасибо тебе за работу. Сын бывшего мэра Киева Черновецкого жил в доме, купленном на отмытые деньги. О новых подробностях в деле наследника, экс-городоначальника столицы, сообщает испанское издание Эль Пунтовуе. В статье говорится, что Степан Черновецкий руководил криминальной группировкой и был мозгом коррупционных схем. Вскоре он предстанет перед судом. Полицейские уже провели обыск в его доме, изъяли документы и другие вещи. Черновецкого младшего задержали по подозрению в отмывании денег. Речь идет о 10 миллионах евро. Кроме него под стражу взяли еще 11 человек. Всех арестовали в дорогом ресторане в Барселоне. Заведение принадлежит армянскому бизнесмену Арману Майляну. У нас есть названия, единственное, что мы не можем их разъяснить. За последней информацией, которую мы получили от нашего генерального консула РОО, затриманы четыре граждане Украины. Все затриманы, имеют разрешение на проживание в Испании, и на данный момент перебывают в полицейском отделении города Барселона. Плануется, что ориентированно завтра они будут переданы в распоряжение следственного суду города Барселона. Пока что это неизвестно. Нарази им лишь высунуто звинувачение. Но я только напомню, что еще вчера отец Степана, Леонид Черновецкий, опровергал задержание своего сына в Испании. Два миллиона долларов заплатит Министерство юстиции юристам для защиты от группы «Приват». Как сообщает сайт «Прозорро», Минюст нанял известную юрфирму «Кинг-энд-вуд Мельсенс», чтобы отстаивать государственные интересы в деле по иску британской «JKX Oil & Gas». Эта фирма владеет полтавской газонефтяной компанией. Еще в прошлом году она обратилась в суд с требованием к властям выплатить ей полмиллиарда долларов компенсации. Якобы рента на добычу газа и нефти в Украине была завышена. Как известно, треть акции компании «Сапри» принадлежит украинской группе «Приват». Это еще не все новости дня. Вот что у нас во второй части выпуска. Тарифный суверенитет. В Днепре вслед за Киевом ввели мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ. Если в кране нет воды, кто оставил жителей Черкас и Ужгорода на сухом пайке? Полицейский под следствием. В Харькове выдвинули обвинение за смертельный наезд на семейную пару. Полицейскому, который был за рулем патрульного автомобиля, протаранившего москвич в ночь субботы на воскресенье в Харькове, предъявили подозрение. Напомню, в ДТП погибла молодая пара. И сегодня же суд избрал меру пресечения. Решение огласили буквально час назад. Продолжит Светлана Шикера. Дядя, погибший в ДТП девушке, написал краской на своей машине. Копы, убийцы. Говорит, виновные заметают следы и скрывают улики. У меня надежды вообще нет никакой, потому что уже много чего скрывается, скрываются видео. На перекрестке мы насчитали около 11 видеокамер. Ни одна видеокамера не зафиксировала, нет видеосъемки. Зал суда забит битком. Здесь друзья и родственники погибших, а также полицейские. Приводят и подозреваемого. Александр Маматюк – полицейский, который в ту роковую ночь управлял патрульной машиной. Ему 22, только закончил юрокадемию. Родом из Кривого Рога. В полиции проработал 11 месяцев. За рулем с 18 лет. Он маленький еще говорил, я буду мама полицейским, у меня будет собака, которая будет искать улики. Прокурор просит избрать для подозреваемого содержание под стражей. У стороны обвинения есть доказательства того, что патрульная машина ехала на красный свет со скоростью более 100 км в час и без звукового сигнала. К тому же один раз полицейский не явился на допрос. Судья просит подозреваемого рассказать о событиях той ночи. Маматюк сбивчиво говорит, мол, ехали помогать коллеги. И двигался он медленно, не более 60 км в час. Я ехал на зеленый свет светофора. Я очень аккуратный водитель. Я нажал на педаль тормозом, ничего не произошло. Прокурор парирует. Судя по повреждениям, которые получили пострадавшие автомобили и люди, патрульная машина не тормозила. Обе два автомобиля, и Toyota Prius, и Moskvich, они пролетели приблизительно 18 метров. При этом на месте подъема есть следы юзу от колес. То есть эти машины не тормозились. Поэтому тут можно оценивать скорость, чтобы была гораздо выше. Начальник патрульной полиции Харькова предлагала отпустить подозреваемого на поруки, но в ходатайстве отказали. По решению суда, следующие 60 дней полицейский проведет за решеткой. В Ивано-Франковской области на взятки в 6 тысяч гривен попался старший инспектор полиции. Капитан Тисменицкого райотдела требовал деньги у местного жителя за выдачу разрешительной документации на травматическое оружие. Сотрудники СБУ задержали инспектора как раз во время передачи части денег. Для отримания грошей старший инспектор выехал далеко за место. Ивано-Франковщики СБУ задержали капитана под час отримания части хабара в размере 4300 гривен. За этим фактом открыто криминальное проведение за частиною третьей статьи 368 Криминального кодекса. Модернизация и обновление прифронтовых территорий. Недалеко от обстреливаемых станицы Луганской и города Счастье идут восстановительные работы. Из госбюджета финансируют ни шатка, ни валка. И местная власть вынуждена изыскивать ресурсы. Продолжат наши корреспонденты. Капитальных ремонтов не производилось. Значит, был текущий ремонт небольшой херметического отделения. Но, в принципе, все здание уже требует капитального вложения. Временная операционная за занавеской. Главврач жалуется на качество работ и проволочки с выполнением планов. Сейчас в Луганской области активно модернизируют инфраструктуру и ремонтники на расхват. Будем новую сетку накидать, штукатуркой заниматься. Так, а что были нарекания? Нет, ну это сейчас мы наладим. Вы знаете, что такое строительство. Если их строители не гонят, не контролируют, значит, конечно, они будут делать так, как им выгодно. Мы здесь местные, нам здесь жить и нам здесь лечиться. Главврач говорит, что не подпишет акт работ, если все не будет сделано качественно. Ремонт, по его словам, нужен был еще 10 лет назад. Проблема во всем. Начиная от крыши, заканчивая полами. Ну, все время ждали, да. Полэтажа отделения за пластиковой занавеской. Рабочие суетятся, гремят перфораторы. Глава райсовета признается пациентам. Деньги уходят в столицу. Оттуда их ждать долго. Но райсовет нашел 3 миллиона гривен в местном скудном бюджете. Мы сейчас с района выделили 3 миллиона. Вот женщина говорила, 3 миллиона, ту сторону отремонтируем. Вот ту сторону, видите, что ремонт. Будем, сделаем красиво, хорошо. Уже будете в нормальных условиях лежать, понимаете. Уже будете, уже хоть операции будем делать, и там же 4 палаты. Хотелось, чтобы была хорошая больница, чтобы все было тут хорошо. Конечно, хотелось. Мы тут живем, тут наши дети будут. Все снимают до кирпича, капремонт операционных, реанимации, манипуляционных. Меняют водопровод, канализацию, систему отопления. Среди операции оперироваться в таких условиях. Это же абсолютно, ну как бы, это считается военно-полевые условия. Это временно приспособленное помещение. Уже успели почти закончить ремонт местного роддома. Утеплили фасад, поменяли окна и двери. Местные власти обещают полностью сдать объект ко дню независимости. Для того, чтобы, наоборот, привезти с остальных районов, сюда рожениц, сюда молодых мам, чтобы они приезжали и рожали у нас, потому что у нас будут суперсовременные условия. В Новопсков едут многие будущие мамы с оккупированных территорий. Здесь выдают и свидетельство о рождении украинского гражданина. По статистике, количество рожениц из других городов возросло на 30%. Оксана Григорьева, Андрей Гришин, подробности, телеканал Интер из Луганской области. Ждите ответа. Тысячи абитуриентов и их родители третьи сутки безуспешно пытаются подать документы в ВУЗы. С нынешнего года поступающие могут это сделать через интернет, но электронная база то и дело зависает. А дозвониться на консультативную линию, как убедились, мои коллеги, нереально. Еще до открытия с раннего утра возле Прикорпатского нацуниверситета очередь поступающих. Станислав приходит сюда третий день подряд. Говорит, сначала пытался самостоятельно подать заявление, но сайт не работал. Теперь надеется на помощь сотрудника ВУЗа. Я пришел вчера сюда, а тут была очень долгая черта и сайт не работал. Поэтому я решил прийти сегодня, чтобы уже как бы разранк. Пока ждал в очереди, сайт заработал. Ему удалось с планшета отправить заявление на несколько факультетов. Но вот приняты ли они, непонятно. Система снова зависла. И тут пишет, принял заявку ученик. Если приняли, то уже доброе. Если нет, то нужно еще ждать. Приемные комиссии заявления сначала должны перепроверить на ошибки или неточности. Но пока заявления абитуриентов, в том числе Станислава, не видят. И сегодня с раннего утра мы также не можем уйти в систему. Можливо, будет работать дальше. На данный момент мы не видим еще тех электронных заявок, которые поданы на вступ. Технический секретарь пытается дозвониться в Минобразование. Но уже третий день безуспешно. Ваша полиция в очереди. 20. 6. Ожидайте, пожалуйста, ответа оператора. Благодарим за терпение. Ну так, робот, мы очекаем. К сожалению, сервер сейчас не работает. Он отключился. Это не наша вина. Эти слова медагесту приемной комиссии Запорожского университета приходится повторять раз за разом. Еле отбиваются от возмущенных абитуриентов и их родителей. Мы вчера простояли, база не работала. Вот сегодня пришли, опять база не работает. Приемных комиссий уговаривают абитуриентов не волноваться. Время еще есть. Но признают, таким нововведением Министерство образования лишило поступающих выбора. Абитуриенту нужно давать выбор. Если он хочет подать паперовые документы, он должен подать паперовые. Если он должен подать электронные, он должен подать электронные. Потому что, по-первых, не у всех 100% возможность доступа к интернету. Право бумажного варианта в этом году, говорят, в Минобразовании оставили только для льготников и тех, кто идет в магистратуру. Чтобы абитуриенты не создавали километровые очереди и не падали в обморок на 30-градусной жире, как в прошлые годы. Зависание же сайта объяснимо, уверяют чиновники. Система просто не справляется с наплывом поступающих. Те, что в первые дни он нас боит, и эти сбои выполненных, скажете, на жаль, имеет место быть. А досвид в предыдущих лет, скажете, что после 3-4 дней система приходит абсолютно в нормальный равноважный стан. В каждый наступный день подавать заяву будет легче, чем в предыдущих. В Минобразовании приводят цифры уже сегодня к вечеру. На сайте зарегистрировали 170 тысяч заявлений. Поэтому остается верить чиновникам на слово. Хотя времени на подачу документов не так и много. До 27 июля. Ирина Романова, Жанна Дущак, Сергей Бордюжа. Подробности телеканал Интерн. В Днепре запретили повышать тарифы на коммунальные услуги. За такой мораторий сегодня проголосовали депутаты горсовета. А это значит, что цены на электроэнергию, газ, тепло, горячую и холодную воду расти не должны. Правда, в силу запрет должен вступить с августа месяца. По правку депутата Загида Краснова, который предлагал не увеличивать тарифы с 1 июля, горсовет не поддержал. Мораторий, который проголосован, гласит следующее. Что с этого дня повышать тарифы до начала следующего года нельзя. Но, друзья мои, уже тарифы повышены с 1 числа. И на весь отопительный сезон. Поэтому то, что мы сегодня проголосовали, это чистая пустышка, это чистая фикция. Это обман людей. О зарплатах и пенсиях говорила сегодня Юлия Тимошенко во время встречи с жителями Полтавской области. Речь шла, конечно, и о досрочных выборах. По словам Тимошенко, победа на них провластных кандидатов усилит коалицию. И позволит олигархам проводить через парламент нужное им решение. Они имеют сегодня надприбутки, именно потому, что цена на внешних рынках залишилась. А вам заработную плату и пенсии опустили в три раза в валютном обчисленном. А теперь что с ценами будет работать? А с ценами очевидные вещи. Потому, что на продукты харчувания, на одях, на все, в свете цены вымеряются в долларах. Будет инфляция. Потому, что это законы экономики. Жара до 36 градусов в ближайшие дни ожидается по всей территории Украины. И надо же так случиться, что именно сейчас жители некоторых населенных пунктов остались без водоснабжения. По каким причинам и надолго ли выясняли наши корреспонденты. В Ужгороде до 35 градусов жары, а местный водоканал отключил воду. 20 тысяч человек, жители Левого берега, возмущены. В такую спеку и взагалі влітку выключати воду – це, честно кажучи, какое-то кощунство. Там где-то трошечки было вода занято, в кастрюльце, такому-сякому. Ну, то и чекаем, коли будет. А что иначе нам лишается работать? Потерпеть придется два дня. Идет ремонт аварийного магистрального водовода. Трубы должны были заменить еще в 2008-м, но на все денег не хватило. Чиновники говорят, пришлось временно закрыть только два детсада. В жилые районы водоканал пообещал подвозить воду. Закінчується реализация у нас проекта заміны аварийной ділянки водопровідной мережі по вулиці Капушанська. Но если жителям Ужгорода придется потерпеть без воды только два жарких дня, то для жителей Геронимовки, пригорода Черкас, бутыли, ведра и бочки – неизменный атрибут уже с десяток лет. Перебои с водой в селе начались после того, как водопровод взяло на баланс местное коммунальное предприятие. Оно закупает воду у Черкасского водоканала и подает жителям. Правда, по графику, а иногда и вовсе перекрывает. Миски вода. Скорезь вода набрана, потому что без воды невозможно. В трехтысячной Геронимовке половина населения живет в многоквартирных домах. Альтернативы центральному водопроводу у людей попросту нет. Директор местного коммунального предприятия уверяет, воду в селе Черкасский водоканал отключают из-за миллионных долгов. На люди показывают платежки за воду, говорят, исправно платят большинство. Да вот только тарифы все время меняют. Стоимость воды здесь несколько раз выше, чем в Черкасах. На входе в сельсовет висит объявление о подаче в Геронимовку воды по строгому графику. Завидев камеру, сельский голова заметно нервничает. Не будет никакого графика. Был график, его все не мое. А на какие представления будут графики? Вот, вот, потому что борги. Борги. Это протезаконно, вы знаете? Сегодня, после почти недельного перерыва, воду в Геронимовку все-таки дали. Местные жители опасаются. Это опять всего лишь на несколько дней. Ведь спор между коммунальщиками так и не разрешен. Марина Ковальс, Неслав Кухачук, Богдан Иванов. Подробности, телеканал Интер. Участники всеукраинского крестного хода дошли до Полтавы. Без эксцессов не обошлось. На подходе к городу участников шествия встретили противники его проведения. В руках у них были оскорбительные плакаты и баннеры. На это уже отреагировали народные избранники. В оппозиции призвали коллег-нардепов и руководство МВД обеспечить конституционное право украинцев на свободное вероисповедание. Пока что тут в Полтавне побудем. Потом, может, дай Бог, отправимся, поедем на крестный хит в Киев. Помолимся разом на Свято-Владимирской гельцей. Необходимо помочь верующим хорошо провести крестный ход. Уважаемые коллеги, никто не мешает другим конфессиям проводить свои мероприятия. Мы призываем всех присоединиться 27 июля к крестному ходу в Киеве и вместе помолиться за мир и за... Еще один нардеп Вадим Новинский отреагировал на реакцию некоторых политических сил вокруг крестного хода. Единственным оружием участников крестного хода является молитва. Единственной целью добиться мира в Украине, к чему никак не могут прийти политики. Главное, что в крестном ходе могут принять участие все, кому дорога наша страна и ее единство, независимо от их политических взглядов. Новая Ангела Меркель или Маргарет Тэтчер. Вторая в истории Великобритании женщина-премьер-министр сегодня вступила в должность. Тереза Мэй принимает страну в нелегкие времена. Она уже сумела объединить правящую консервативную партию. Но сможет ли сплотить страну, продолжит наш сапкор в Лондоне Оксана Кундеренко. Проснулись с одним премьером, а засыпать будут с другим. Для британцев сегодня еще один исторический день. Дэвида Кемерона сменила на посту Тереза Мэй. Вот он выходит из дома на Даунин-стрит 10 еще как глава правительства. Господин спикер, сегодня утром я встречался с министрами. После обеда увижу ее величество. А на остаток дня мое расписание совсем не заполнено. В палате общин последний раз отвечает на острые вопросы депутатов и самого главного политического оппонента, Либориста Джереми Корбина. Хочу пожелать всего наилучшего вашей семье, а также передаю привет маме Кемерона за помощь в выборе галстуков и носков. Не только шутки. Безработица, образование, доступное жилье, миграция, будущее Шотландии. Обо всем этом дискуссии жаркие, как обычно. Но сегодня дебаты завершаются овациями. По протоколу Кемерон снова едет на Даунин-стрит, а спустя пару часов окончательно покидает этот дом вместе со всей семьей, сказав напоследок пару теплых слов журналистам. Но я искренне верю, что наша страна стала намного сильнее. Политики часто говорят о политике, но в конце концов дело в людях. Я думаю о безработных, которые смогли трудоустроиться, о новых открывшихся предприятиях, о детях, которые пошли в хорошие бесплатные школы. Кемерон поблагодарил всех, кто его поддерживал, сотрудников дома, где прожил и проработал 6 лет, взялся за руки с женой и детьми и, следуя процедуре увольнения, уехал отчитываться перед королевой. Вот его кортеж по дороге во дворец для аудиенции. Это, конечно, дань традиции, что судьба британской политики в руках монарха. И решается она здесь, в Букингемском дворце, где буквально час назад Елизавета II уволила 12-го премьер-министра за время своего правления и приняла на работу 13-го. Дурного знака в этом никто не усмотрел. Совсем наоборот, на эту 59-летнюю женщину возлагают огромные надежды. Шесть лет она руководила Министерством внутренних дел Великобритании. Жесткая, как Тэтчер, и влиятельная, как Меркель. Пользуется авторитетом во всем мире. Уже сегодня премьер-министр приступила к формированию нового правительства. Должна провести страну через Брексит, выдержать всю критику и еще четыре года до выборов продержаться в кресле. Ведь многие уже протестуют против ее кандидатуры. Ой, как я рада, как я рада. Целую неделю такая карусель, и я, наконец, стала премьером. Она строга к мигрантам, безжалостна к экстремистам. Одна из самых старших премьеров. Больна диабетом, любит журнал Vogue и экстравагантные туфли. Замужем, но детей нет. Это далеко не все характеристики Терезы Мэй, которая должна стать матерью для всей нации. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. И в дополнение новость последнего часа. Тереза Мэй уже официально стала новым премьер-министром королевства. Вместе со своим мужем Филиппом она посетила Букингемский дворец. Королева Великобритании Елизавета II по традиции утвердила ее на посту нового главы правительства. Японский император отрекается от престола, а бывший президент США Джордж Буш пошел в разнос и станцевал на панихиде. Об этом и не только. Далее в обзоре. Император Японии решил отречься от престола. Источники в окружении монарха сообщают, что 82-летняя Кихито уже сообщила об этом членам семьи. Ожидается, что престол займет его старший сын, крон-принц Нарухито. И это должно произойти до того, как Кихито не сможет исполнять обязанности по состоянию здоровья. Японский император является главой государства, но его власть ограничена представительскими функциями. Экс-президент США Джордж Буш-младший станцевал во время панихиды по погибшим полицейским в Далласе. Во время боевого гимна республики Буш поднял руки вверх и начал переминаться с ноги на ногу. Такое поведение очень удивило первую леди США Мишель Абаму и самого президента. Странное телодвижение на поминках раскритиковали и в соцсетях. В комментариях пишут, что Буш мог хватить лишнего. Месячная зарплата личного парикмахера французского президента почти 10 тысяч евро. Такая сумма сопоставима с окладом министра французского правительства. Информацию раздобыли местные журналисты. Кроме высокой оплаты, цирюльник пользуется другими привилегиями. Получает пособие на жилье и сопровождает клиента во всех зарубежных поездках. Сам Алан получает почти 15 тысяч евро в месяц. Администрация музея Голокоста в Вашингтоне попросила посетителей не играть в Pokemon Go в залах экспозиции. В США настоящий бум. На это онлайн развлечение. Участники должны интерактивно выполнять задания по карте. К примеру, перевезти виртуального покемона через дорогу игрок должен на самом деле в указанной локации. Администрация музея считает недопустимым такое поведение на территории своего учреждения и планирует удалить музей с карты игры. Золотой мяч для регби весом почти 3 килограмма. Такое творение японских ювелиров красуется на выставке в Токио. Свою работу мастера посвятили победе японской команды на чемпионате мира по регби в прошлом году в Лондоне. Мяч после выставки планируют продать на аукционе. Стартовая цена 370 тысяч американских долларов. Заканчиваем выпуск горячей новостью. Новые аресты. Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в фейсбуке сообщил, что правоохранители задержали двух бывших высокопоставленных чиновников Нацбанка Украины за участие в преступных организациях Януковича, Курченко и других членов так называемой семьи. Речь идет о бывшем замглавы Нацбанка Ткаченко и экс-директоре гендепартамента банковского надзора НБУ Яковлеве. Общая сумма хищений просто поражает. Около 800 миллионов гривен. Дело, по словам Матиоса, курирует генпрокурор и глава СБУ. Это пока все подробности этих громких задержаний, которые мы знаем сейчас. Появится новая информация, ищите ее на нашем сайте. Подробности.ua или смотрите завтра в наших утренних выпусках. У меня же на этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели подробности. Обязательно увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok